Император вошел в историю как правитель, осуществивший масштабные реформы, которые позволили России войти в число передовых стран Европы. Великий реформатор и освободитель в Самарской губернской думе обсуждают инициативу общественников по восстановлению памятника императору Александру II. Именно по указу императору в городе открылись первая гимназия, публичная библиотека, ремесленное училище, окружной суд, банки. Построен один из крупнейших железнодорожных мостов через Волгу в районе Сызрани. Естественно, мы говорим о том, что мы должны знать историю, а сам памятник императору Александру II – это не просто бюст его лицо, так скажем. Первый, кто утвердил гласность, это опять же был император Александр II. То, что мы сегодня с вами находимся в Думе – это как раз его первые шаги в нашей демократии в Царской России. Крестьянин, как напоминание об отмене крепостного права, восточная женщина в честь присоединения Средней Азии. У основания четыре фигуры, олицетворяющие ключевые реформы и на вершине постамента сам царь-освободитель. В дореволюционное время именно этот памятник по проекту Шервуда возвышался на площади революции, там, где сейчас установлена фигура вождя пролетариата. При этом речь о сносе памятника Ленину вовсе не идет. Сейчас обсуждается вопрос о том, какое место станет более подходящим для монумента императору. Гульфия Сафина, Василий Калдашов. События.